Лошулька, что ты смотришь на окошко туда, а? Ты гулять таки хочешь? Давай лучше покажем, что мы купили. Так, смотрите сколько мы всего купили, но это еще не все. Значит так, начинаем 2 килограмма корма одного и второго корма для котов. Вот, дальше у нас мы взяли вот такой творожок. Видите, какой он красивый, крупненький такой. Вот, потом взяли обалденного сала. Сейчас его будем засаливать. Будет очень вкусно нам кушать борщ. Мы любим кушать борщ только с салом. Гляньте, какой срез. Обалденная, супер. Мягкая, мягкая. Так, 2 килограмма сала взяли. Немножко больше, да. Так, дальше взяли перец. Это тоже к борщу. Будет сало и борщ. Ой, сало и перец. Вот, к борщику. Такой перец. Дорого. 200 гривен, да, мам, ты говорила? 100. А, 100 гривен килограмм стоит. Так дорого вообще. Перец, да. А, 10 рублей штучка. Вот, смотрите. Ну, так же самое. Так, взяли также мы сосисок вот таких вот. Маслица взяли. Вот и так пополняем запас. У нас вроде масло еще есть. Потом я взяла вот такую пахучку. Вот, чтоб в доме пахло вкусненько. Взяли яйца и взяли котам наполнитель в туалет. Вот такой мы берем. Тоже нравится. Очень классный. Видите, он сделан из тофу. Ну, я так понимаю, это мука. Какая-то там соевая мука. И она, получается, хорошо комкуется. И вот из нее делают такой соевый наполнитель. Очень классный, без запаха. Ну, видите, не оставляет запахи. Короче, обалденно. Котам нравится. Так, и второй сейчас пакетик я достану и покажу. Ну, а это у нас вторая сумочка. Значит, мы тут скупились на окрошку. Взяли два майонезика. Таких берем. Четыре пачки сметаны. Ну, это, конечно, не все на окрошку. Что-то уйдет на окрошку, что-то там с другим поедим. В общем, четыре пачки сметанки. Таких 20% купили. Дальше купили огурчики. Сейчас такие пакетики стали делать вообще. Они вот такие очень тоненькие. Они, видать, очень хорошо растворяются в земле. Вот. Вот такие огурчики взяли. Такие огурчики. Это все на окрошку. Вот там взяли вот укропчик свеженький. Взяли также пельмешки на перекусы. Когда-нибудь, когда времени нет, быстренько сварила. Отлично очень. Капусты на салатик взяли такой свежий. Вот такую мы взяли колбаску. На окрошку. Тоже на окрошку, да. Также взяли вот такой сыр. Две сгущеночки тоже. Что-нибудь сделаем. Такой чай берем. Неплохой такой. Ну, конечно, не вау, но нормально пойдет. Также взяли, мы делаем окрошку на квасе. Вот такой квас. Сейчас у нас какой-то дефицит кваса не найдешь. Это все, что мы взяли. То есть все, что могли найти. Вот такой квас. Так. Дальше взяли вот такие вот рулон бумаги. И вот такой вот взяли рулон бумаги. Вот 4 хлеба, чтобы побольше не ходить в магазин. И картошка. Так, вроде все показала. Вот такие у нас покупочки. У нас вот эта сумка обошлась полностью на 1113 гривен. Вот такие вот цены. Вот такие покупочки. Гуляю с котами здесь за домом. Они все сюда рвутся. Я их решила здесь выгулять, погулять. Сейчас гуляют в этой красоте. Ну, для меня красота, конечно. Для кого-то может это не красота. Для меня красота. Яблонька. Решили все-таки ее не пилить, потому что боимся, что она может пропасть. Пока этот год так отстоит. На следующий год я уже тогда вот эти все ветки почищу. Ну, теперь могут коты гулять. Вот это тоже уберу. Такой виноградик у меня. Вот такой вырос. Классный. Сейчас фокусируется. В общем, такой виноград. Самый большой росток. Такой хороший. Им тут будет хорошо. Полностью солнцем освещается. Убрали эту ветку и ему так хорошо будет. Поэтому виноград у нас будет в этом году. Спасибо. 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 До новых встреч. вот он вот это все буряк так и морковка тоже вот она морковочка тоже нам сходит потихонечку так мы вчера посадили перец сладкий это все перец вот 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 целая грядочка а вот это перец это огонек это будет острый перец какой-то я посажу в этот более большой горшочек чтобы он у нас до мороз какие-то здесь прорастим так что у нас тут еще это на шашлык приготовили тут ничего тут все по-прежнему здесь у нас уже он же завязывается смородинки будет много опять красная белая там хорошо завязалась кружевничек сейчас глянем так где тут крыжовник ой крыжовника гляньте сколько будет если вороны не поедят вишенки много будет слива непонятно еще посмотрим попозже так что мы еще сделали также я сделала вот видите такие вот из проволоки такие раз дуги сделала и мы на ночь накрываем вот этой пленкой тоже прикольно а у меня аж там еще салатики проросли мои салатики покажем салатики какая рукола у меня здесь потом а там не проросло больше видите пусто семена видимо плохие только рукола взошла так а тут по моему укроп или что-то тоже не хочет ничего нема короче только одна рукола походу а там по моему базилик был потому что надо больше времени не знаю так здесь у нас каунчики растут вечером будем поливать все это вот раз два три колна будет тут тоже уже сидят каунчики вот мы все больше ничего не сидели так дальше мы пересадила еще нашла хрен и видите вот этот раз и два кустик тоже вот посадила новеньких так что хрен будем в этом году с хреном клубника тоже хорошо себя чувствовать вчера и видите покидала я ее почистила вот она уже там цветет и будет скоро клубничка вот такие же цветочки тут классные а вот я видела вчера тут расцвела прям вот три клубнички расцвела несмотря на тушу холодно она как-то цветет сегодня второй день тепло но посмотрим вот такая клубничка хоста моя уже такая красивая вторая вылазит коты гуляют коты муркоты давай иди к себе туда в палисадник не надо тут ходить так что нас еще тут ведра с водой мы собирали дождевой водички на виноградик уже такой вырос большой красивые веточки вот что значит правильно его обстричь и вот на каждом на каждой веточке уже бутончик соцветия сколько будет винограда в этом году хорошо прям класс такой ухоженный виноградик так ну тут тоже клубничка подрастает коты гуляют вот наш как он называется пион скоро будет цвести а скоро все же будет цвести пойдем во внутрь нарциссы так они расцвели не раз где флэха делся . 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 какие-то маленькие бутончики надеюсь они вырастут это белая лаванда гляньте какая красивая видите она когда молоденькие пускают листочки они такие желто-зеленые красивые надеюсь будет свести хочу посмотреть как ее какой у нее цвет вот еще один папоротник вот папоротник вот у меня молоднячок вылез в этом году детка детка вылезла а вот еще одна детка . что ты там все ты там кот вот такие вот у нас растишки растут на и скоро будут нас радовать коты в засаде солнышко жарко светит не хотят на солнце сидеть и он авто в третий залег там возле калитки все в тенечке пусть гуляют вот мы сегодня делаем окрошечку будем кушать окрошечку о сало мама приготовила уже скоро мы его засолим оно такое мягкое мягкое как масло такое вкусное так как ты солишь просто в соли все роста все режешь и произвольно вот сначала я почистила она соломкой шмаленая я его не стала мыть сильно вот а почистила наша окрошечка почти готова мы не делаем как люди знаете так салат а потом в холодильник мы все вместе делаем совмещаем все продукты и туда еще квас выливаем и делаем на квасе и она потом как говорят поженится подружиться и получается очень вкусно вот а когда просто так вот как салатом она потом никакое тут картошечка варится так что будем сегодня кушать окрошку флешка убежал флеш ты куда далеко ты далеко кот ты кого-то далеко нехты разговорчивый как разговорчивый код такой разговорчивый да ты хотел убежать сбежать не получилось но и досада да какая досада пойдем обратно полисадничек пойдем ножка и рыжий пошел жуки-пауки на лишь бы убежать лишь бы убежать куда-то у нас замечательный денек сегодня небо чистое чистое солнечный денечек так еще новость такая кто не знает видите у меня виноград плакал вот я его тут садовым варом и все они помогают так пакет одеваете наверх и все это там перестает плакать пользуйтесь кому надо уже далеко рыжик не хочет полисадник короче не знаю где мне надо быть чтобы они не убегали вот такие у нас пироги ну что вот такая у нас окрошечка получилась вкусненькая вот правда она еще свежая ну ничего я думаю она очень вкусно сейчас мы будем кушать вам кто тоже со мной будет кушать тоже вам всем приятного аппетита я вам еще хочу показать какая у нас повырастала рассада из помидорчиков на окне принципе она хорошо выросла но видите вот не некоторые растишки они такие достаточно худенькие вот вот тоже густенько они стоят поэтому они уже конечно просятся на высадку но что делать погода еще прохладно мы не можем их высадить они просто пропадут такие уже красавцы у нас посмотрите классные да вот а на этом окне получше видите тут больше солнце попадает они более толстые вот мы когда садить будем мы будем вот так вот наполовину вот это все будет в земле для того чтобы они начали набирать густоту свою жирность такую чтобы они были жирники а вот этот сорт он совсем вообще как травка почему-то вообще плохо ему вот ну ничего думаю на следующей недельке мы высадим там у нас получается воскресенье будет последний холодный день ночью будет плюс 3 градуса вот и мы обязательно уже с понедельника я думаю уже их все их и высадим настало время поливать перчики так это происходит кружечками поливаем под самый корешочек наоборот сбоку и так все надо перчики полить да маловато нам поливать не разгуляешься да ничего я думаю на следующей недельке мы уже помидорчики посадим до температура поднимется и высадим они у нас вообще уже здоровые они прям уже хотят уже хотят мои стаканчиках наверно надо чуть-чуть до полить стаканчиках польем так чтобы вам еще показать показать то нечего о цветочки есть цветочки мне очень нравится эта трава но она видите она вываливается с грядки покажу вам что было виднее видите и тут пусто потому что постоянно вот тут коты чужие лазят и получается затаптывает на и смотрю она тут начинает прорастать веточки видите надо будет просто чаще и поливать она будет прям таким красивым белым ковром цвести классно да да прикольная травка она раньше полностью всю эту грядку застилала такой одной шапкой было очень красиво ничего дома разрастется я буду поливать ухаживать она разрастется так вот моя мелиса тут растет она даже сюда выходить но еще земля видите сырая 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 прям сильно сырая чуть тут сливки высыхают не хотят урожать наверное сливы тоже не будет и касьвана хиленькая непонятно что не так опять я кто-то поел я уже смотрю листьев мало что с ней делать непонятно вот видео какая слива ужасно опять у нее что-то листвы вообще мало очень мало одни ветки и все что она цвела мне кажется он и все посохла какая-то она у нас очень странная что-то ей не то вообще ни одна ягода мам 6 очень странно шо с ней уже какой год сидит и нифига нема 1-2 сливки цены дело ну шо это такое деревина огромная а толку мало кто знает подскажите в комментариях напишите почему слива такая доходяга видите мало листиков на ней может ее еще обрезать укоротить тогда она вот тут вот распушится внизу эти тут пусто а там вот ветки кайка странно ладно так мама тем временем уже набирает леечку как будут бурячки поливаться подъем были бурячки так у меня тут вот это не помню как цветы вот тоже их высаживала это не тут растут тут мои чернобрывки вот здесь чернобрывки растут но все никак не прорастают и семена вообще наверное ничего с них не будет ничего очень жалко ладно придется что-то другое садить сюда так и тут еще мои цветочки тоже не прорастают вообще процесс поливания там надо же прорывать нам да еще подождать до подождем вот так поливаем потихонечку морковка вроде неплохо да взошла так смотрю густенько но иногда до воды много это надо снять его и это почистить перчики так сейчас надо накрыть перец так берем клеенку и аккуратно накрываем получается такая тепличка так раз так два вот так и теперь по бокам прищепки надо вот они прищепки прищепки и закрываем все это прищепочка доклад и все очень даже хорошо держится какой-никакой но парничок и наши растяжки не замерзнут то лейка ночи так тут еще закрываем закроем тоже так это как красивая нас тепличка своими руками дешево и сердито то можно да попробовать можно попробовать вот тут а сюда кирпичик надо еще нибудь такой ветер не поднимал такую лопатку положу клац все красота мини тепличка готова так сейчас надо дополивать и домой спать проверим сейчас опять мою рукаву не подросла ли она тут вот красотка стоит я думаю наверное уже надо ее раскрывать о там что-то еще зашло чуть потихоньку это рукава это не особо но можно полить я думаю надо полить уже чтоб она лучше росло откроется открыть тут не сильно легко так раз два надо как-то аккуратненько шуток там тоже мокро мокро и горячо нужно запарилась и не выросла тут этот базилик домой ты вот приезжала рукава она встанет скоро будем салатики есть так ладно накрываем вот я постирала сегодня еще коврики гляньте как классно получилось как новенький и вот второй тоже висит скоро роза цветет же листики по распускала на можно уже на житель клади сюда чистенький коврич классно да получилось постирать вообще чистый чистый никогда так не получалось а 100 шваброй получилось все всем пока пока